Друзья, привет! С вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник Вести с полей. Ну что ж, никогда такого не было. И вот опять, скорее всего, скоро-таки отменят индивидуальный инвестиционный счет первого типа. Тот, который предполагает налоговый вычет в размере взноса, который вы делаете с 1 января по 31 декабря и ограничен суммой в 400 тысяч рублей. А теперь подробности. Сегодня в Коммерсанте, ссылочку на статью я оставляю в комментарии к этому ролику, пока более детально ничего не известно. Сегодня в Коммерсанте вышла очень интересная статья о том, что Минфин вместе с ЦБ направили в правительство концепцию единого налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов. Я процитировала. Как это будет выглядеть? Пока всех деталей, ну как известно, неизвестно, но я буду озвучивать только то, что известно на сегодня. Планируется, что будет некий особый счет, он будет открыт на 10 или более лет, и вы перечисляете деньги на этот счет, а с него вы можете перечислять деньги на долгосрочные инвестиционные накопительные продукты. Как это детально будет работать, пока неизвестно, но известно, что с этого особого счета можно будет направлять деньги на ценные бумаги, ну то есть как брокерский счет, в доверительное управление отдавать. Через этот счет можно будет отправлять деньги на программы страхования жизни, а также на программы негосударственного пенсионного обеспечения в негосударственных пенсионных фондах. Соответственно, налоговый вычет по этому особому счету будет предусмотрен в размере до 6% от годового дохода, но озвучен лимит 400 тысяч рублей. И также было озвучено планы правительства, что в связи с этим индивидуальный инвестиционный счет первого типа будет отменен. Когда это будет? Пока озвучено, что когда количество иисов превысит 6 миллионов. На конец января 2022 года в России открыто около 5 миллионов иисов. Ну то есть в принципе это может быть уже даже в этом году, но я не знаю как это все и когда это все примут. Деталей пока что нет. Планируется, что государство будет софинансировать ваши взносы на этот особый счет, но в каком размере и как это будет работать пока неизвестно. Также неизвестно, что будет с социальным вычетом в размере 120 тысяч рублей, который предусмотрен статьей 219 НК РФ по расходам на программы страхования жизни сроком от 5 лет, по программам пенсионного обеспечения в негосударственных пенсионных фондах, ну и там по лечению кроме дорогостоящего и обучения кроме детей. Останутся ли этот вариант или нет, или его тоже отменят, потому что будет этот особый счет, пока данных нет. Кроме того, пока не очень понятно, потому что раньше с этим ИИСом, условно говоря, третьего типа предполагалось, что вычет будет миксованным. Миксованным будет вычет в размере 6% от годового дохода, плюс еще вычет по типу 2, то есть по типу B, то есть с доходов, которые вы там получите, не будет браться налог. Но пока поэтому ничего не сказано, известно только про вычет в размере 6% от годового дохода, это лимит, и лимит установлен в 400 тысяч рублей, это то, что предполагается. Соответственно, почему 6%? Спросите вы. Дело в том, что этот особый счет, это очередная версия решения проблемы с накопительной частью пенсии. Я напомню, что в 2014 году накопительная часть пенсии заморожена, она больше не пополняется. И ранее 6% от дохода, это были расходы работы дателя, шли на накопительную часть пенсии сотруднику. С 2014 года все идет на страховую часть, и вот то, что накопилось к 2014 году в накопительной части пенсии, с этим надо что-то делать. И предполагается, что вот то, что накопилось, как-то конвертнется на этот особый счет, и получится, что вы будете иметь эти средства в своем распоряжении, будете сами их пополнять. То есть как бы будущее утопающих будет в руках самих утопающих. Ну вот откуда 6% лимит по вот этому вот особому счету. То есть если вы будете пополнять его меньше, чем на 6% от годового дохода, то значит вычет будет в том объеме, в котором вы будете пополнять. Но лимит это 6%, но не более 400 тысяч в год. Это то, что пока планируется. Еще раз говорю, что детали неизвестны, и это еще даже не первое чтение. Это пока как это, концепция. Но на сегодня, в общем-то, могу дать рекомендации. Если у вас есть ИС, и вы уже получаете вычет по типу А, мое предположение, что здесь будет действовать обычная классика по названиям «Закон обратной силы не имеет». И никто вам не скажет «Все, а теперь до свидания, эта песня закончилась». Скорее всего, те, у кого открыт ИС первого типа, и вы уже получаете вычет, вы будете продолжать это делать, пока, собственно, этот ИС будет открыт. Это моя версия. И если у вас ИС сейчас просто открыт, но вы вычет не получали, то если этот закон смогут принять в ближайшее время, а вы вычет не получите пока, то, видимо, по умолчанию ваш ИС будет, собственно, типа 2. Это моя версия. Собственно, что с этим совсем делать? Пока, собственно, ничего не делать. Ждать пока будут детали известны, как это все будет работать. Но на сегодняшний момент больших деталей пока неизвестно. Будем посмотреть. Я буду держать вас, безусловно, в курсе. И обсудим это все на моем закрытом стриме в пятницу. Следите за эфирами. Все детали тоже в описании к этому ролику. Друзья, пока держимся. И до новых новостей. Сори за тавтологию.